вот она деревенская жизнь грачи слышно вам нет как кричат грачи в лесу кругом летают распутится на дороге видите уже земля показалась я уже неделю сижу дома никуда не выхожу как глянув на эту грязь и желание отпадает куда-то идти вон они как кричат там вот летают между деревьев летают летают а в той стороне вот слышу воробьи где-то щебечут там уже он лужа появилась а уже вода туда стекает а воды нынче мало надо в погреб залезть я не смотрю в погребе там может вода уже у меня сейчас приду открою крышку и гляну в том году первый год не пришла вода но снегу мало не думаю что вода подойдет надо посмотреть если что нужно картошку вытаскивать грязь трубы уже водопроводные оттаивают здесь уже вот так вот у нас оттаяло ну и здесь вот уже помаленьку-помаленьку снег съедается сегодня пасмурно с утра маленечко ветерок куры ходят петька голосистый остался я хорошего петьку не убирала который поет остался вон он там той ограде той ограде сидит сюда все приходят я закрыла калитку все доступа нет вчера закрыла калитку а то смотрю они тут уже у меня пошли в огород и здесь палисадник кругом да поет да поет да поет до крылышками машет ну надо же слышите петька песни поет кладовки дверь открыла открываю там вода снизу лед поет но она уйдет сейчас вот тут все ставите вода это уйдет все будет сухо вот диван меня разодрал дружок весь диван разодрал посмотрите вся вата валяется сейчас прикуплю метлу все это высохнет все это вычищу выскоблю все будет чисто и хорошо вот я смотрю на смородину наверно пора я уже облить кипятком я так думаю да нет надо стопить баню вода будет горячая сюда вот ее это аж парить петя молодец поближе вам его показать мой да как он заливается вот деревне там петухи здесь скворцы там грачи все зашевелилась а залетала забегала вот тебе огородчик мой уже отходит уже земля показывается скоро скоро ой вообще мало снегу мать честная можно сказать его и нету так все это быстро оттаивает вот этот чан пекарни когда-то здесь была вот здесь в этом чане тесто мешалось и там нету дна мы его зацементировали кирпичей наложили и цементом залили получилось дно а так она была пропащая да работа то хватит а вот кишка киша киша просится на улицу на везде все обследует везде все бегает кишка думаю что такое холодное белое ледяное ножки он поджимает не поймет чем дело куда направился ох и мышей будет ловить я так думаю что будет хорошо ловить мышей вот только на вот этой грядке был снег уже его нет так туалет сюда бегать не надо на эти грядки сейчас начнут рыться а вот-вот-вот самочка прилетела видите и на веточку садится все полетела куда-то так интересно летает 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 сейчас назад сядет нет пролетела мимо видит наверно что я стою села он на провода ладно как летает я отойду в сторону петя ой а там тоже в хозяйской ограде грязно все это все надо вычищать ну высохнет когда уже все вымету все выскоблю все вычищу и будет чистота и порядок ну а там вот когда-то был дом хозяева умерли там сейчас почти завалился весь вот в той ограде он видите там стоит сарайка и там у меня куры живут вон где скворечник там тоже скворцы и там мы пристроили эту сарайку доделали и куры там живут вот так вот хозяев нет а дом еще стоит можно сказать полуразрушенный он там а наш сарай был вот здесь у дед дружок где его будка да но он был длинный сейчас не покажешь он был большой такой длинный туда же надо задов до до деревьев уже деревья там выросли сзади держали и коров и свиней что мы только не держали поросята у меня были свиноматок держала ну со временем все уже он покосился развалился в общем когда мы уже убрали хозяйство он еще стоял некоторое время а потом совсем он дощатый такой был мы его разобрали освободили здесь все и вот тот сарайку ту мы сделали там столбы стояли одни столбы стояли там и мы обвязку сделали к этим столбам и получился небольшой сарайчик это рядом он в том дворе дружок лежит тоже отдыхает теперь можно баню открыть пускай проветривается куры сюда не попадут вот тишка уже по заборам ходит сейчас ему все будет интересно все рассматривает обнюхивает друзья всем привет снимаю уже второй кадр уличный я там забыла с вами поздороваться поэтому всем здравствуйте семь ну уже и не утро и не обед не поймешь что между утром и обедом в доме прохладно я в кофте форточка у меня открыта я затапливаю примерно не знаю часа в два затоплю чтобы вечером не было прохладно в доме птишка на улице я здесь управляюсь одна так что я хочу сказать я сразу сейчас вам скажу да я хочу вам порекомендовать два канала первый канал называется жизнь на пенсии с нуля и второй канал называется айда в деревню я на эти каналы оставлю ссылки и наверное закреплю их чтобы вам было видно в комментариях и вы по желанию пожалуйста переходите хоть на один канал хоть на другой в общем жизнь на пенсии с нуля это канал о том как семья уже ну скажем предпенсионного возраста да с четырнадцатого в четырнадцатом году им пришлось уехать из Донецка когда вот там начались обстрелы со стороны Украины вот в общем пережили они много чего я не буду вот это все вам пересказывать кто желает перейдите посмотрите ну в общем очень много они пережили сейчас они живут на Кубани сыновья у них остались один в Донецке и один в каком-то вот городе я забыла в общем там знаете сейчас военные действия от них нет никаких вестей и Светлана хозяйка канала очень очень переживает за своих детей что в неизвестности живет и вот у нее одна отдушина вот этот канал она немножко отвлекается на нем ведут хозяйство небольшое там у них козочки на Кубани уже тепло во всю цветут у них нарциссы тюльпаны в общем там тепло ну и в общем по желанию пройдите посмотрите и поддержите этот канал второй канал Айда в деревню Татьяна она живет в Приморье в деревне содержит животных коровы у нее две и занимается разведением птицы очень много у нее всякой птицы у нее уже давно началась инкубация она еще с декабря месяца стала выводить у нее индюшата у нее галашики у нее там еще какая-то птица она закупала она закупает яйцо такое вот дорогое и выводит птицу и какие-то она я смотрела этот ролик нашла каких-то уточек какие-то с хохолками в общем ну человек я в этом мало что разбираюсь человек занимается птицей умеет инкубировать в общем у кого есть желание переходите посмотрите поддержите эти каналы чтоб маленько там ну какая-то движуха что ли началась вот ну а я буду заниматься своими делами я замачивала помидорки я их называю комнатные у меня Тишка их все съел когда они взошли наверное корня 4 было он все съел и я вчера нет не вчера три дня назад нашла еще у себя эти помидорки я их замочила вот тут в губке они проросли я посчитала тут 4 штуки проросших и мне хватит они знаете кустики маленькие и все усыпаны помидорками помидорки сладкие их много и они спеют и спеют и спеют и занесла вот такой вот ну как сказать горшочек я хочу сюда посеять капусту раннюю на рассаду это мне вчера вот свинца идею подала она говорит я хочу так сделать я говорю ой я наверное так сделаю чтоб капуста пораньше была ранее посею огороды у нас спашутся и я ее сразу в землю и все и пусть она растет и у меня будет рано рано капусточка своя вы знаете в городе капуста вот Вовина сестра говорит качан капуста а нет килограмм капусты стоит 200 рублей представляете 200 я в шоке я говорю ничего себе недавно все было дешево и так цены подскочили потом говорит лук был все время всю зиму там 19 рублей потом там что-то 20 сейчас говорит 40 или 40 даже с чем-то представляете как дорого капуста вот такая июньская так очки одену июньская белокочанная вот сюда я сейчас ее насыплю так немножко может какая не взойдет это я не знаю не этого года я брала хватит хватит что что рассыпалось сюда мель и пополиваю чуток все обновит она быстро взойдет потом потом ее можно пикировать по стаканчикам рассадить короче головная боль лишняя лишняя головная боль а сюда сейчас томатики не стала полные стаканчики насыпать земли потом буду досыпать все сюда раскладывать сейчас друзья смотрите что у меня есть рыбка я ее почистила окунь немножко икры здесь почистила присалила и на обе сейчас себе нажарю сковородочку у меня еще лапша есть вчерашняя так сейчас в муку ее помакаю сюда поближе она такая средняя чем мельче рыба тем она вкуснее фишка уже приближала тут крутится возле меня уже чует я ему давала но я ее очищала он не чищеную не ест чешую надо снимать я снимала так теперь надо мне икру положить да вот вот такая маленькая уж икрой рыбка как семечки семечки так вот я еще засуну еще одну можно положить так огонь я убавлю на четверку что-то я сильно поставила все икру жарится добавить еще масла чуть-чуть крышкой закрою икру жарится рыбка жарилась сейчас буду снимать рыбку сняла сейчас буду обедать приятного всем аппетита друзья мне нужно откидать снег от вот этой канализации снег тает и вода туда протекает надо убрать немножко подождать вот слушай вот в вот все есть это от правило что с здесь вот у самой бугорки, вот туда она протекает а это не надо ну это вот подъезд и дом взялся так, пиздец, я бы могу сделать и туда лучше теперь это сюда попадать не будет ну это вгустает это туда вгустит хотела немножко здесь во дворе разбрасывать а завтра до плюс одиннадцати передают завтра будет тепло что я буду эти руки рвать это растает на солнышке уже почти и так все растаяло ну и все буду с вами прощаться на сегодня всем желаю крепкого здоровья всем всего хорошего и всем пока 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 я